Иначе санкции Газдеп пригрозил Турции за С-400. Газдеп призвал Турцию отказаться от российских С-400. Газдеп снова призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных системы С-400 и пригрозил санкциями за невыполнение этого условия, сообщают СМИ. При этом несколькими днями ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил, что не намерен отказываться от этого контракта с Россией. Газдепартамент США призвал Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем ЗРС С-400. В противном случае Анкара может столкнуться с американскими санкциями, предупредил представитель внешнеполитического ведомства высокого ранга, которого цитирует агентство. Он подчеркнул, что введение ограничительных мер за эту сделку по-прежнему возможно. Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время введения санкций по закону о противодействии противникам Америки посредством санкций, газета, не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию, сказал он. Представитель Газдепа в очередной раз озвучил позицию Вашингтона в этом вопросе, согласно которой покупка Анкара С-400 представляет угрозу для оборонных возможностей НАТО. По его словам, у Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стоил переговоров. «Они знают, что для того, чтобы все получилось, они должны уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400. В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею американских ЗРС, которая соответствует их потребностям в ПВО», подчеркнул чиновник. При этом всего за три дня до этого президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что сообщил своему американскому коллеге и Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. «Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу, как Турция пришла к покупке системы С-400, и он признал наше право», – сказал турецкий лидер. Президент США в ходе визита в его страну Эрдогана заявил, что надеется на разрешение ситуации с закупками С-400. Он обратил внимание, что покупка Анкары российских ЗРК создает большие вызовы для отношений двух стран. По его словам, такие сделки означают некоторые очень серьезные сложности. Главы государств выразили намерение обсудить этот контракт и решить связанные с ним вопросы. «Мы на регулярной основе обсуждаем это. Обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем», – подчеркнул Трамп. Они с Эрдоганом попросили руководителей внешнеполитических ведомств и советников по нацбезопасности обеих стран сразу же начать работу по проблеме С-400, – рассказал американский лидер. Глава Турции, в свою очередь, отметил, что Анкары повторила запрос на покупку «Патриот», а также указала на несправедливость в вопросе с истребителями пятого поколения. Ф-35, из программы по созданию которых решили исключить турецкую сторону. «Эрдоган предупредил, если Вашингтон не пойдет на компромисс, Турция будет искать другого поставщика. Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы Ф-35», – констатировал он. Турецкий лидер сказал американскому коллеге, что его страна готова приобрести ЗРК «Патриот», если Вашингтон согласится предоставить выгодные условия. Не задолго до этого Эрдоган выразил мнение, что позиция Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта с С-400 стала более позитивной. «С США говорят, что С-400 – это неподходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают. Но я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы – более продуктивны», – приводит его слова турецкий телеканал НТВ. Глава Турции отметили, что Анкара уже выплатила 1,4 миллиарда долларов в рамках контракта по F-35, общая сумма которого составляет 2,4 миллиарда долларов. Несмотря на это, ни один самолет не был получен. «Мы не клиенты, мы партнеры», – напомнил президент. Напряжения в отношениях Турции и США появились после того, как Анкара закупила у России несколько дивизионов S-400 в 2017 году. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Поставки комплексов начались летом этого года и досрочно завершились 1 ноября. Покупку страной НАТО российских систем ПВО регулярно критикуют в Вашингтоне и в самом Североатлантическом Альянсе. США предлагали Турции в качестве альтернативы, но не получили согласия. Палата представителей Конгресса в итоге поддержала введение санкций в отношении Анкары. Лидия Местник права на данный материал принадлежат газетам. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.